здравствуйте друзья сегодня я опять на своем рабочем месте за ванной с субстратом и с бегониями бегонии которые я укореняла для сохранения коллекции до весны что же я с ними делаю ну и вообще вот вы тоже спрашиваете что делать как быть черенки укоренились а что с ними дальше как поступать куда пересаживать зачем чем кормить ну в общем обо всем по порядку ну вот у меня есть например латиор белая так и подписано такая вот у кореняшечка вот у нее явно вот этот листик старенький с которым я черенок брала вот уже новенькие побеги вот хорошенький прям вот два хорошеньких побега вот этот старый листик мне не нравится я его удаляю но чтобы он и не затенял и для того чтобы он не как бы она не портил картинку вот смотрите какие они хорошенькие новенькие листики росли они в 200 граммовом стаканчике субстрате полностью без земли без перегноя его состав я уже неоднократно рассказывал это мой субстрат для укоренения на основе торфа мха и перлита вот тем более этот стаканчик он такой видите суховатый ну сейчас осень и я даже содержа под лампой свои растения их не очень поливаю так сказать на голоде держу и на жажде корни здесь очень хорошие здесь вот это все все вот это и есть корневая система сейчас я собираюсь этот черенок пересадить уже горшочек свой первый горшочек и для этого вот немножечко растребушивая вот здесь вот корешки стаканчик уберу ну вот подготовила горшочек я беру такой же технический был то есть я знаете ли не разбрасываюсь посудой и каждый раз новая брать это знаете ли а старая куда девать так то субстрат обратите внимание субстрат у меня вот такой вот темный темный это значит влажный то есть сам черенок он суховатый более сухом субстрате пересаживать я буду его в более влажный это все тот же самый торф перлит и мог ну мха только немножко поменьше получилось побольше торфа на дно немного и вот здесь устанавливаем и заполняем можно там стаканчик форму стаканчика взять можно так как угодно как вам удобно все это можно делать суть не в этом сейчас дойдем до сути значит когда мы даем субстрат свеженький у нас уже момент подкормок точно исключается тем более для бегоний бегонии повторюсь в сотый и в тысячный раз это не соли устойчивые растения то есть под них перегной не нужно давать от избытка солей у растений наблюдается такое закручивание листочков вот так вот они вниз как-то закручиваются закручиваются вроде бы и листики хорошенькие но не вот так подгибаются вот это вот значит что субстрат очень уже богат питанием то есть в нем при соли превышают допустимые нормы для норм бегоний не вообще в принципе вам кажется прям хороший такой субстрат суперский и в нем все должно расти все да не все вот конкретно бегоний нет и причем бегоний любых видов вот в данный момент я пересадила тела теорочку я ее больше поливать пока не буду ну то есть не больше не не и не больше там хотя бы был и субстрат суховатый хотя из которого череночек растет а вот этот который я дала он более влажный поэтому это естественно корни захотят расти в зону повышенной влажности повышение влажности не подтянутся и бегония очень легко начнет и быстро осваивать новый предложенный субстрат вот ну естественно этикируем естественно став выставляем все это на освещение и все вот собственно вот такой вот объем это 0 8 литра технический горшок вы можете брать любой ваш горшочек какой вам нравится но правило всегда одно и то же для бегонии зимой обязательно нужна подсветка обязательно нужен субстрат очень рыхлый очень воздушный влагоемкий и воздухопроницаемый ну ну все вот эти свойства и не питательный не питательный в плане не нужно сюда класть никакой перегной никакой биогумус никакой осмокот ничего этого в бегонии пожалуйста не пихайте иначе вы получаете всякие проблемы внешние проблемы у растения то пятна по листьям то какие-то они загнутые перезагнутые то они какие-то ну корявые растут не цветут ну в общем всякие всякие проблемы вот просто перед такая вот перевалочка пересадочка ну пересадка я думаю потому что ну мы немножечко потрябушили корневую для того чтобы она начала охотнее прорастать в свежий субстрат практически то же самое вот у меня есть еще вот одно чудненькое такое новое приобретение вот такая красивая бегония манаус видовая бегония очень-очень симпатичная видите какой у нее красивый такой лист с такими вот жилочками и красная такое розово-красное опушение мелкое от этого листик вот он когда смотришь на него так подал под углом таким определенным и он как будто бы такой дымкой розовый покрыт и изнанка листика красная черешочек покрыт всякими такими волосочками красненькими очень чудно и она стрите как хорошо ветвится разрастается она в такой ампель разрастается в общем прелесть и не бегония но это все та же самая бегония относится она где к декоративно лиственным и поэтому я с ней буду делать все то же самое и укоренялась она у меня и росла первое время вот в таком же точно 200 граммовом стаканчике ровно в таком же субстрате вот вы видите торф мог и какая мощная корневая система корневая система просто песня просто сказка такое мечтать это не на подкормках не было ни одной единственной подкормки ни одной поверьте мне самое лучшее корнеобразование для бегоний это голод голод прежде всего и такая легкая жажда легкая жажда потому что составе субстрата все-таки находится мог а он такой товарищ у нас влагоемкий поэтому вот так же точно растребушиваю немножечко здесь вот если что-то по колечку уже загнулась до на закрутилась вот собственно и все немножко на дно процедурка в общем-то самая обыкновенная все вы умеете все это пересаживать переваливать все это вы знаете умеете вся фишка в субстрате и на зиму всегда такое правило принципе для большинства растений на зиму всегда даем субстрат более легкий для того чтобы зимой у нас растения лучше дышали корнями именно дыхание для корней самое важное корни во время своего роста они же растут под землей в них нет никакого хлорофила они не фотосинтезируют они наоборот дышат то есть это процесс обратной фотосинтезу во время фотосинтеза поглощение идет co2 из воздуха а вот во время дыхания наоборот поглощение о2 кислорода из воздуха из меж такого частич между частичками грунта вот из этого пространства из меж грунтового пространства я бы так даже сказала ну в общем вот все все ничего не будем дальше делать поливать не буду так течение какого времени не буду поливать тоже за возник незаконный вопрос ну не буду поливать наверное ну пока не полегчает горшочек поскольку смотрите у нас вот здесь вот грунт сейчас такой сыренький вот ведь он темненький такой не очень-то сильно разваливается комочек прям вот перчатка мокрая становится вот внутри где основная корневая масса там сухо естественно корни потянутся сюда когда корни здесь аккуратненько проникая между частичками начнут захватывать свою территорию оплетать комочки своей сеточкой растение будет получать влагу транспирировать ну произойдет ну как минимум дня три-четыре это нужно будет кроме того будет естественно испарение с поверхности да там какую-то часть слоя ну просохнет ну и у меня в теплице сейчас очень влажный воздух поскольку на улице у нас холодно ну у вас если в квартире то вы можете каким образом ну воздух просто увлажнять там именно воздух не растение а именно воздух можете увлажнять можете не увлажнять я могу дней через пять только начать поливать эти растения ну вы можете начать там через пару дней поливать и то прям вот совсем немножечко Немножечко, немножечко, потому что вы понимаете, да, что если вы вот это все сильно замочите, здесь торф, он очень влагоемкий, мох он тоже очень влагоемкий, и будет перелив, просто корневая загниет. Ну, я не знаю, как еще объяснять, конечно, потому что вопрос, ну, вообще один за одним, один за одним, а сколько поливать, а сколько вешать граммах, ну, я не знаю, сколько вешать граммах, действительно, потому что я даже и у себя не знаю, ну, все зависит от условий, если влажненько, ну, просто вот так вот поднимите горшочек, и попробуйте, если он уже такой легонький, значит, нужно полить, если он еще такой вполне себе тяжеловатый, то тогда вообще не нужно поливать, нужно, наоборот, оставить его в покое, и пусть он постоит еще, то еще растение может попитаться водичкой. Также у меня есть еще одно растение, это тоже бегония, совсем другой вид. Это вид бегония Луар де Лорен, очень красивая бегония, но она страдает от избытка света. Вот эти вот оливковые пятна, это признак того, что вот эти у меня череночки стояли какое-то время на большом свету, ну, плюс вот это момент подсушивания, то есть пересушила однажды, ну, у меня, в моем случае, это бывает чаще, чем залив, вот, поэтому листик можно удалить, и вот она начинает бутониться, ну, естественно, в двух соточках их оставлять тоже не рекомендуется, поэтому я их буду также пересаживать в горшки 0,8, то есть, да, у меня стандарт, стандарт. То, что будет в будущем продаваться, уже предлагаться, допустим, в магазин, то уже нужно посадить в более большой горшочек, и пока это я его продам, у него будет хотя бы возможность расти. Вот здесь корневая, здесь немножко мы не угадали, мы поливали и полили все, но здесь все равно корневая вот какая, очень хорошая, активная прям, вот вообще, просто сказка, не корневая, вся беленькая, вся хорошенькая. Вот, состав субстрата одно и то же, одно и то же абсолютно, точно так же, торф, мох и перлит, все, другого нет, у всех бегоний у меня такой состав, зато у них какие корни. И все, и ровно в такой же, ну, эту-то бегонию я точно неделю поливать не буду теперь, потому что, ну, мы ее поливали все и полили случайно, случайно полили, ей досталась вода, поэтому вся партия этой бегонии пойдет у меня на неделю, на неделю без поливки. Вообще зимой, конечно, мы гораздо реже все поливаем, потому что влажность воздуха, она позволяет им себя чувствовать гораздо лучше, поскольку такие, ну, прям тропические условия для них тут получаются, ну, правда, света маловато. Все-таки зима и зима, сейчас ляжет снег на крышу, и все, будет вообще темно, только будет свет от ламп. Вот еще три бегонии, ну, это из тех черенков, что я сохраняю свои бегонии ампельные и кустовые. Вот серия Sundancer, вот это в данном случае Red у меня, вот она моя, Беликония шардоне, черенки неугомонно еще цветет. Вот здесь вот в основании виден новенький побег, такой малюсенький. Ну, то есть в таком виде бегонию, конечно, можно оставить, ну, желательно бы пересадить, потому что, ну, что я здесь возьму с этого череночка, что я возьму? Да ничего. Ну, здесь вот возьму там один череночек, здесь новенький вырастет, ну и что, то есть коэффициент размножения очень маленький, а мне же нужно к весне вырастить много штучек рассады, поэтому я буду пересаживать. Естественно, вот этот бутончик убираем, он хоть и красавчик, но он уже, естественно, не такого и размера, и вида, как бы вот он вырос. Это все действия света еще в те времена, когда этот черенок рос на материнском растении и был на естественном освещении, на улице. Заложился бутончик, и вот в тепле череночек дал корни хорошие, вот точно так же, вот здесь корневая система хорошая, и продолжил свое цветение. Ну, мне, естественно, сейчас эти все бутончики не нужны, мне нужно, чтобы он наращивал именно кустик. Да и до весны, время сейчас, начало октября, первая десятидневка только заканчивается, и мне еще нужно подрастить эти кустики, чтобы они были хорошенькие. К моменту их черенкования для весны, нужно, чтобы они нарастили побеги, чтобы было с чего взять эти самые череночки. То есть я таким образом сохраняю. Все точно так же, даю 0,8 объем, все то же самое. Если вы имеете возможность сохранить целиком маточник, как я тоже свои маточники все занесла и поставила, на удачу, так сказать, сохраняя, ну, место есть, чего бы не подержать. Если у вас есть такая возможность, сохраняйте в виде маточников, но я просто рекомендую обязательно берите с них черенок, потому что маточник в один прекрасный момент, сами не заметим, зима и зима, где-то что-то перелили, где-то не досмотрели, бах, и весь маточник сгнил. Все, все-таки они такие, эти товарищи бегонии, очень нежные к температурам и к поливу. А череночек, если вы его пересадите, ну, слегка побольше горшок, допустим, до 1 литра объемом, да даже хотя бы в пол-литра, всегда есть возможность быстрее просохнуть, если вдруг перелив, ну, и место занимает поменьше. Ну, в общем, со всех сторон одни плюсы. И вот эти череночки в маленьких горшках всегда удобнее и проще разместить под искусственным освещением. Бегонии вообще-то не любят жару. Не любят жару, но до того уж они прекрасны. Поэтому хотят их выращивать как на севере, так и на юге. Ну, тогда, возможно, нужно будет устраивать какие-то дополнительную такую защиту от перегрева корневой системы. Бегония не любит, когда у нее корневая система перегревается. Вот, возможно, это какие-то дополнительные со второй стенкой горшки. Ну, или большое-большое кашпо, а внутрь вставляется горшок. То есть, ну, какой-то такой вариант. Вообще, если бегония сразу изначально приучается к какой-то температуре, то она, в принципе, ей деваться-то некуда, она живет и в ней. Я показывала, что у нас и в 30 градусов бегония себя неплохо чувствовала. Но, опять же, у нас это климат такой. Для нас 30 это очень-очень жарко. А в других регионах 30 это вполне даже себе очень и комфортно. Ну, в общем, пластичность у растений все равно в любом случае есть, и приучить их можно. Вот. Но только беречь корневую систему. Особенно скажу, что рыхлые субстраты, которые применяем под бегонию, они склонны к перегреву. Сначала воздух, находящийся в субстрате, он становится очень горячим и сухим, и субстрат быстро, мгновенно, буквально пересыхает. Потом мы его заливаем, а субстрат-то влагоемкий, он держит влагу, влага нагревается, и в конечном итоге корневая варится, варится. Все, что выше 40 градусов температурой, и субстрат влажный, он просто варится. Белок сворачивается, и все, корней нет. И тогда растение просто сгнивает очень быстро. Причина этого явления будет не в том, что патогены, какие-то корневые гнили напали, а просто то, что растение перегрелось. Вот такие холодолюбивые, я бы сказала, это все бегонии, все бегонии. Ну, то есть они могут выдерживать, но тогда нужно дополнительные меры принимать. Особенно, когда мы применяем для них субстраты влагоемкие. Вот эта влага, она играет в злую шутку с нами. Ну, и в заключении хочу вам сказать, что по-прежнему продолжает свисти моя соленья. Ну, задавали вопрос, что такое соленья. Это разве не элотиор? Да, это же тоже такая элотиор, только вот такой подгруппы. Отдельной соленья называется. Соленья эприкот. Вот, очень-очень красивая, очень обильно цветущая. Вот эти все цветочки, это заслуга не искусственного света и не тепличная заслуга. Она набутонилась на открытом грунте, то есть на улице, когда она стояла под светом. Вот еще один кустик, это самое соленья. Она у меня была что-то не подписанная, я пересадила ее в горшок и как-то забыла просто подписать. И думаю, что же это такое красивое. По листочкам не поймешь. У меня есть еще одна неопределенная вот такая элотиорка. Кто такая, не знаю, пока не зацветет. Рядом вот Бориас после хорошей обломки черенков. Тоже зацвел, я подписала его, конечно. Вот еще один Бориас тут показывает такой цветочек скромненько из-под листика. Вот, все понятно. Это у меня розовая элотиорочка тоже начинает зацветать. Сейчас пока у нее беленький бутон, но он скоро окрасится. Ну, в общем, вот эти все бутоны, это, естественно, не заслуга сегодняшнего содержания. Это заслуга того, что растения были на хорошем естественном освещении, полноценно освещались, фотосинтезировали и происходили здесь в них внутренние процессы закладки бутонов. Сейчас пока они вот у меня так. Ну, те, что цветут, стоят вот под лампой. Вот, кстати, хочу вам показать маточник той самой бегонии, которую я вам показывала. Манаус. Вот это маточник. Так, вот сюда я его поставлю. Во, какая она красотка. Была у меня также вся обломана под ноль, обломана, заломана. Кстати, она у меня сейчас дебют проходит. Это ее дебют первый. Она первый раз у меня сейчас появилась в кадре. Я вначале, конечно, ее размножила сразу же, сразу же, как только растение ко мне попало в руки. Вот это уже отросла. Она новенькими черенками. Здесь уже опять можно кое-чего наломать, да, опять укоренить. И уже ее детенышей, кое-каких я продала, уже есть счастливые обладатели этой бегонии. Ну, а вот здесь, на верху, у меня стоят маточники, те, которые в горшках. Продолжают цвести. Да, смотрите, какая прелесть. Продолжают цвести. Сандансер. Пинк. Вот это сандансер. Пинк роуз, по-моему, да. Да, пинк роуз. Такой будет, такой, как в виде розочки будет, такой бутончик. Вот эта красотка под небесами, уменьшился, конечно, у нее бутон. Он, конечно, не такой крупный, как был на улице. Это оранжевый. А цветы, вот так он у меня называется условно. Ну, не знаю, как он называется. Ну, и вот эти вот мои иконии, иконии, биликонии. Биликонии так вообще стали такими тоненькими. Побеги тоненькие. Конечно, они не цветут. Вот. Ну, ничего страшного. Эти побеги вполне себе пойдут для укоренения. Все они чувствуют себя пока хорошо. Пока. Потому что еще, в принципе, не так мало и солнышка. Ну, солнышко еще есть. Ну, скоро, к декабрю, его станет совсем-совсем мало-мало. И, наверное, мне придется эти маточники переместить куда-то под лампы. Хотя посмотрим, посмотрим, не будем загадывать, посмотрим. Это у меня Джо Йеллоу. Джо Йеллоу тоже расцвелся. Лето все рос-рос. Набирал там бутоны. А теперь вот даже на внутренних, на внутренних побегах уже бутоны. Вот. Цветочки не такие крупные, как были первоначально, при летнем цветении. Но все же. Но все же. Ну, вот, друзья. Я думаю, вы теперь понимаете, что очень важно для бегонии хороший субстрат. Это просто основа. Основа. Если освещение, можно как-то немножко смириться, и бегония очень хорошо себя чувствует именно на искусственном освещении под лампой, то субстрат – это наше все. Если субстрат ей подходит, она развивается отлично. Она показывает отличные результаты. Перекармливать, заправлять перегноями, укладывать туда долгоиграющие удобрения, совершенно излишне. Совершенно излишне. Бегония лучше себя чувствует именно на бедном субстрате, на очень рыхлом, потому что там, откуда она родом, именно вот такой вот очень рыхлый, влажный такой субстрат. И не очень большой достаток света. Как раз под пологом, под тенью крупных растений бегонии произрастают. Практически все виды бегоний произошли именно из тропических лесов, из-под леска. Какая там почва, какой там перегной. Это все лесная такая подстилка. Но она не лесная, а тропическая вот такая подстилка, очень рыхлая, всегда влажная. И минерализация идет на ходу. То есть бегонии успевают ухватить те малые крохи минералов, которые образуются в процессе гниения. Повышенную влажность они обожают. Повышенную влажность воздуха. Поэтому им сейчас в теплице, когда влажность повысилась, им прям вообще классно и суперски. Но в то же время они могут расти и в комнатных условиях. Очень много примеров содержания декоративно-лиственных бегоний и других видов именно в комнатах. Я думаю, вы много примеров таких сможете привести и написать. Но вся бывает ошибка цветоводов. Именно в применении нет такого грунта, какой нужен. Именно посадка их в очень такие жирные грунты, богатые иловатыми, глинистыми частицами, соответственно, с большой степенью минерализации. Ну что ж, друзья, я думаю, немножко вам пояснила, как и что, что я делаю со своими черенками, чтобы сохранить свою коллекцию бегоний. Маточники я нынче сохраняю во второй раз в жизни. Поэтому это у меня продолжается эксперимент. Будем посмотреть на эти результаты. Ну и всего вам доброго! Успехов в сохранении бегонии! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok